МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь-4 Гомель. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главное, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! В этом году в регионе в разы увеличили посевы гречихи. Как на ее урожайность влияют новые технологии и забота пчел, узнавали наши корреспонденты. Учиться на чужих ошибках, как уберечь детей от беды, тема воскресного интервью программе. Сезон тихой охоты открыт. Главное, не забыть проверить дары леса на содержание радионуклидов. Все подробности этих и других событий жизни региона в ближайшие 26 минут. В Гомельской области выполнили поручение президента Беларуси по увеличению посевов гречихи. Площади под эту культуру увеличились в два раза. По расчетам Минсельхозпрода, страна может полностью обеспечить себя гречневой крупой и даже частично экспортировать ее на рынки других государств. Соответствующее поручение Александр Лукашенко дал в апреле этого года после резкого снижения поставок крупы из России. Наши корреспонденты посетили одно из хозяйств, которое уже несколько лет занимается выращиванием гречихи. Если верить историкам, то гречку в наших краях начали употреблять в X веке. Тогда наши предки называли ее черной кашей, так как считали, что это еда простолюдинов. Если бы аристократы представляли, сколько пользы в неказистой с виду крупе, вряд ли бы так легкомысленно не включали ее в свой рацион. Калий, необходимый для работы сердца. Кальций и фосфор, незаменимые для костной системы. Йод, оказывающий многостороннее воздействие на рост, развитие и обмен веществ. Цинк, обеспечивающий метаболизм витамина Е. Фтор, важнейший элемент для зубной эмали. Малибден, нужный для поддержания активности некоторых ферментов. И кобальт, необходимый для функционирования нервной системы и печени. Только этого перечисления достаточно, чтобы понять, почему выращивание гречихи для Беларуси действительно актуальная задача. В открытом акционерном обществе «Калининская» Добуржского района этой культурой занимаются уже несколько лет и отказываться от нее не собираются. Очень выгодная культура в чем? Что мы востребованы. И ее берут мелькомбинат, руки отрывают, только дайте эту культуру. Еще один несомненный плюс гречихи – устойчивость к сорнякам и болезням. Гречиха не нуждается в генетических модификациях, а поэтому в натуральном происхождении гречневой крупы можно быть абсолютно уверенным. Урожай не очень сильно зависит, например, как у зерновых, если не протравить. И зерновые, то процентов 30 мы можем потерять. А гречиха мы ее даже не травим. Пожалуй, единственное, за что в сельхозпредприятиях не любят гречиху – относительно невысокая урожайность. 15 центнеров с гектара – это уже хорошо. Даже учитывая почти 70-процентную по сравнению с зерновыми культурами плюсовую закупочную разницу, ее выращивание не всегда выгодно. Правда, и здесь есть свои хитрости. Проводимые еще в 70-е годы прошлого столетия практически опыты показали. Если рядом с гречишным полем находятся ульи пчел, то выигрывают обе стороны. Пчелы активно опыляют растения, что повышает урожай до 40%. А для людей это не только великолепная крупа, но и ароматный мед, полезный при малокровии и других заболеваниях. Гречихой мы занимаемся очень давно. Но чтобы завести пасеку, это нужно человек, который должен заниматься. Это нужно пчелы закупить, это нужно место. Это непросто. Сегодня ученые бьют тревогу. Во всем мире массово гибнут пчелы. Они страдают от новых болезней, крайне опасных пестицидов и климатических аномалий. Причем заменить этого опылителя сельскохозяйственных культур не может никто. Если насекомые вымрут, не будет урожая, что обернется настоящей катастрофой. Вместе с тем, даже в пределах одной Гомельской области ситуацию с повышением урожайности Гречихи путем опыления растений пчелами часто можно решить без особых проблем. Всего в нескольких километрах от гречишного поля УАО «Калининская» находится пчелопасека на 100 семей, агрокомбината «Новый путь». Этого количества хватило бы для опыления всей площади Гречихи соседнего хозяйства. Если директора как-то, чтобы я вывезли, тогда можно и вывезти в другое хозяйство. Для опыления или для сбора меда. У нас то, что может и трактору не быть, и в смысле того, что заняты на уборке. Вот нас раз сюда вывезли и все. И мы уже тут на месте находимся. Целый сезон. В этом году под Гречиху в открытом акционерном обществе «Калининский» отвели 60 гектаров. Для сравнения, это более 30 футбольных полей. Культуру в хозяйстве выращивают уже много лет и хорошо знают все тонкости производства. Пожалуй, наиболее значительная проблема в этом году – Гречиха зацветает несколько раз подряд. Проще говоря, на стеблях одновременно находятся и плоды, и цветки. Чтобы не потерять урожай, растения придется подсушивать прямо на поле. Она неравномерно созревает. Мы можем произвести диссекацию, подсушить ее на корню, и тогда, я думаю, будет меньше потерь. Требование президента Беларуси об увеличении площадей под Гречиху вызвано желанием не зависеть в будущем от внешних поставок и иметь свой запас. Связано это в первую очередь с тем, что из-за выросшего спроса российская сторона в этом году целый месяц не поставляла Гречку в Беларусь. Задача самообеспечения тем более реальная, что какой-либо особой техники для посадки и уборки Гречихи не требуется. Все, как и для всех остальных зерновых культур. Убрать Гречиху в Калининском планируют в следующем месяце. Пока же в хозяйстве завершили уборку рапса и начали уборку зерновых. А в отличие от прошлого года, в этом погода отрицательных корректив в их рост не внесла. Если в 2019-м вместе с кукурузой в сельхозпредприятии собрали всего 6 тысяч тонн зерна, то в этом планируют не менее 9. И это по самым скромным подсчетам. Я считаю, что урожай этого года очень отличный. Значит, если мы в прошлом году брали 25-30, то в этом году около 50 центнеров будет. Вот это третикалие, где мы сейчас находимся, я вот это поле должно дать в пределах 50-60 центнеров с гектара. Сейчас пшеница дает 50 центнеров у нас где-то. Остальные культуры тоже ожидаем 40-50. Ну, по крайней мере, урожай этого года у нас прекрасный. Олег Шенсюров, Ольга Коновалова, Валерий Копанько. Новости недели. На этой неделе первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь, уполномоченный представитель президента Погомельской области Николай Снабков провел прием граждан в Будокошелеве. Подробности этого, а также ряда других важных событий из жизни региона далее в обзоре от службы информации. Республики Беларусь Николай Снабков согласился с этой просьбой. В то же время Комитету государственного контроля поручено проверить действия ответственных лиц, создавших такую ситуацию. Положительно будет решен и вопрос представителей совместного предприятия АМИПАК. Оно занимается производством тары и упаковки из полимеров. Здесь трудятся более 200 человек. Неправильное решение предыдущего руководства привели к тому, что АМИПАК оказался в сложной финансовой ситуации. В настоящее время совместное предприятие проходит процедуру санации и, хотя и работает с прибылью, не успевает выплатить все долги в положенный срок. В связи с этим банки-кредиторы предлагают продать предприятие. Николай Снабков уверен, делать этого нельзя. Поручение ответственным лицам принять меры и оказать содействие по сохранению предприятия и помощь в его дальнейшем развитии. Все озвученные на приеме вопросы остаются на контроле. Прием граждан на этой неделе провел и председатель облсполкома Геннадий Соловей. Вопросы, с которыми к нему обращались гомельчане, нельзя назвать личными. В частности, Виктор Шувалов предложил пересмотреть методику расчетов за подогрев воды. По его мнению, используемые приборы не всегда правильно учитывают реальные показатели. Кроме того, он предложил выработать механизмы стимулирования населения, экономить теплоэнергию. Еще один вопрос касался ремонта дорог. На этот раз разговор шел почти о трехкилометровом участке между агрогородком Терешковича и деревней Новая Терешковича. По словам Владимира Бортновского, сделанная подсыпка не соответствует правилам дорожной безопасности и вызывает нарекания у водителей. Вопрос взят на контроль. Соответствующее поручение будет дано предприятию Гомель Облдорстрой. На этой неделе возобновил привычную деятельность Гомельский областной госпиталь инвалидов Отечественной войны, который был перепрофилирован для оказания медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией. При этом ограничительные меры сохраняются. Обязательно ношение масок и социальное дистанцирование. К обычному режиму работы вернулась также первая городская больница. В Гомеле разрабатывают нетиповой проект новой школы в молодом микрорайоне Хутор. Она будет состоять из четырех блоков, включая административный корпус, пространство для начальных классов и учащихся старших классов. Учебный комплекс разместится на территории в три гектара. Предусмотрены два бассейна, полноценное футбольное поле, баскетбольное и волейбольное площадки, теннисные корты. Строительство школы в микрорайоне Хутор на контроле губернатора. Проект будет направлен на экспертизу в октябре. Затем решится вопрос о старте строительства. Учитесь на чужих ошибках или хотя бы задумайтесь. Не перестают твердить эксперты. Сегодня вместе с гостем студии анализируем резонансные истории, которые закончились травмированием или даже смертью детей и подростков. Среди наиболее распространенных случаев угрозы, поджидающие на воде, дороге и дома, а также желание некоторых подростков любой ценой собрать как можно больше лайков в соцсетях. Продолжение темы в интервью заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского облсполкома Евгения Миткевича. Не первый год и не первый раз в этой студии, в том числе с вашим участием, мы говорим о безопасности несовершеннолетних. Но каждый Новый год приносят новые вызовы и новые опасности. Ведь так? Да, есть моменты, о которых мы говорили в предыдущие годы, в прошлом году. Поэтому с учетом прошлых каникул летних мы решили больше внимания уделить именно профилактике гибели детей на водоемах. Потому что в прошлом году у нас в летний период погибло на водоемах 3 ребенка. Всего погибло 6. В том числе и дорожно-транспортное происшествие, и также быту на улице в квартире. Лето в этом плане наиболее травмоопасный период? Вы знаете, не сказал бы, потому что в зимний период также травматизм. Но в летний период просто доступ к детей. Это водоемы, это дороги, это бывает незавершенное строительство, куда дети попадают. Больше свободного времени. Больше свободного времени, да. И, соответственно, больше угроза получить травму, быть травмированным. Но и, кроме того, угроза жизни детей. Вы владеете всеми историями и примерами. Ведь часто это достаточно нелепая ситуация, зачастую с летальным исходом. Ну, давайте будем сначала говорить о травмировании, где не наступил летальный исход. Я приведу несколько примеров, которые нас беспокоят. Возьмем Добрыжский район. Дети играли во дворе, и ребенок оступился и упал, соответственно, с крыльца на лестницу, которая идет в подвальное помещение с высоты двух метров. Травма. Мы возьмем другие примеры. Например, в Жлобинском районе, когда ребенок был травмирован, получил черепно-мозговую травму, потому что, когда его друг катался на качелях, он почему-то полез под качели и был травмирован. Возьмем Рогачевский район. Это когда девочка каталась на велосипеде, упала, также получила травму, но когда ее доставили в медицинское учреждение, установили, что у нее в крови алкоголь. Не рано ли в таком возрасте? Ну и на водоемах это два случая, которые произошли. Один в Хонинском районе, когда ребенок в присутствии матери прыгнул в водоем, где глубина была метр, и получил травму очень тяжелую. И та же ситуация у нас здесь, в городе Гомель, на водоеме, который расположен при въезде на вобилицу, также ребенок получил очень сложную травму, которая потребовала смешательства медика. Я знаю, вы много встречаетесь с родителями, в том числе в рабочих коллективах бываете. Неужели не слышите таких фраз? Как быть за каждым шагом ребенка? Не уследишь? Вы знаете, когда я начинаю приводить примеры, рассказывать обычно о моем выступлении до получаса, где я говорю не только о травматизме, преступлениях, правонарушениях, они говорят, что-то вы нам грустную картину нарисовали. Я говорю правду. Они же не могут мне сказать о том, что я им говорю неправду. Я говорю... Как есть. Как есть. Как есть. А они уже потом, соответственно, могут делать какие-то определенные выводы. Они слушают. Но я обычно прошу не задавать вопросы, а дать рекомендации. Может быть, мы что-то не так делаем. Тишина. Тишина. А может быть, повод задуматься, может быть, мы, как родители, часто что-то не так делаем? Но, правда, проще найти соринку в чужом глазу. И поэтому, касаясь смертельных исходов, к сожалению, июнь месяц, мы потеряли три ребенка. Это Речица, это ситуация, которая была связана с убийством ребенка и матери. Второй случай, к сожалению, это Гомельский район, когда ребенок утонул в водоеме. Но и еще один случай, это, к сожалению, город Гомель, суицид. Сейчас проводится разбирательство. Ну и, кроме того, в июне месяце был зафиксирован также еще один случай пара суицидов. Это незавершенный суицид. Говоря про правонарушения, которые чаще всего сегодня совершают несовершеннолетние, что наиболее актуально для Гомельской области? Ну, давайте поговорим сначала о преступлении. Преступление – это кражи. Мобильные телефоны, велосипеды – это кражи. Это хулиганские действия. Чаще всего это вред, который наносится имуществу. Это заборы, это повреждения других каких-то объектов. Но если говорить по правонарушениям, то тоже здесь мы говорим про мелкое хищение. Здесь мы говорим, например, хулиганство. Вот тот случай, который имел резонансное значение пляж города Гомеля. Подросток, соответственно, обливает себя жидкостью, поджигает и бежит. Безопасность людей. Там же были маленькие дети. Все снимают, лайкают. Причина – хотел получить себе соответствующие бонусы в социальных сетях. Что он получил в результате? Благодаря работе все-таки правоохранительных органов, и здесь работали сами преподаватели, которые установили личность это подростка. Состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних, но наказание здесь, по данной статье 17.1 хулиганства, до 30 базовых величин. Давайте 30 на 27 умножим, скажем, большая сумма. А надо было бы. Вы знаете, мы очень, как говорится, гуманно, лояльно, мы комиссию учитываем все моменты, семейное положение, семья, что собой представляет, ранен ли привлекался или нет. Три базовых величины. Три базовых – это 81 белорусский рубль. Теперь родители будут выплачиваться? Почему? Рекомендовано маме трудоустроить его в какое-то хозяйство, пускай поработает летом, заработает деньги и вернет. Селфи на фоне поля. Ну, вот это селфи ему удовольствие стоило 81 рубль, а если бы мы умножили еще на 30, но пошли навстречу. Еще можно примеры. Здесь уже по преступлениям в Средлогорском районе подросток пострелял себе из пневматического пистолета, разбил стекла. Это уже уголовная ответственность. 3039 статья Уголовного кодекса Республики Беларусь. Поэтому есть над чем задуматься, работаем, стараемся, предупреждаем для того, чтобы подростки не совершали правонарушения и, соответственно, их семейный бюджет не страдал. Эти невыдуманные истории действительно как повод задуматься и для ребят, и для их родителей. И в завершении, подводя черту, поговорим о профилактике. Более 100 лет в регионе ведут свою работу комиссии по делам несовершеннолетних. Евгений Геннадьевич, что действительно эффективно сегодня? Ведь поменялись и подростки, и методы профилактики, как влиять и на детский травматизм, и на детскую и подростковую приступность? Эффективная работа, когда работаешь в двух направлениях, с подростками и с их родителями. Очень часто приходится сталкиваться с тем, что родители заявляют, что вы придираетесь к моему ребенку. Но наступает такой момент, когда нам приходится принимать жесткие меры. Почему? Потому что родители не хотят понимать. А бывают такие случаи, когда родители опускают руки. И уже они согласны на то, чтобы направить ребенка в спецучреждение закрытого типа. Или даже направить в воспитательную колонию. Есть такие случаи, моменты, когда вот это... Сами родители принимают. Да, они начинают понимать о том, что им уже небезопасно находиться с этим ребенком. То ли он ворует у них денежные средства, то ли еще применит насилие в отношении них или других близких. Значит, какие формы, методы работы это участие самих детей в тех мероприятиях, которые мы проводим. Пару примеров. Лоевский район. Совместные рейды, которые проводили с участием несовершеннолетних. Это МЧС, это АСВОД, это ГАИ. То есть дети сами смотрели, как работают сотрудники. Они увидели, как должно быть на самом деле и как не нужно делать для того, чтобы потом применялись какие-то меры профилактического характера. Или другой пример, тоже я приведу. Речицкий район. Когда комиссия по делам несовершеннолетних вместе со СВОД совершили рейд вместе с детками, когда детки раздавали буклеты, памятки, и когда они услышали возгласы, мнения мамаш, которые не смотрели деток, которые нежились на солнышке, а в это время детки маленькие находились одни в водоеме. И когда дети, которые участвовали в этом рейде, услышали, они все поняли. Поэтому в районной газете была информация. Ну и последний момент я назову. Это участие детей. Например, сейчас мы с областным телевидением проводится видеосъемка, фильм по профилактике наркомании, где дети сами участвуют. Я думаю, вот участие детей в том, о чем я говорю, и, наверное, является самой эффективной формой работы. Но надо тогда еще и родителей в эти формы задействовать. Как минимум задуматься. Мы не задумываемся, мы привлекаем. Онлайн, да, конечно, недостаточно. Мы пошли в социальные сети, потому что там родители. Мы пошли в трудовые коллективы, потому что родители на работе. Мы стараемся различные формы, методы использовать для того, чтобы был результат нашей работы. Спасибо, Евгений Геннадьевич. Успехов в делах и до встречи. Спасибо. Теплая погода и высокая влажность. Сезон массового сбора ягод и грибов наступил в Гомельской области. При этом в поисках любимого природного лакомства люди часто пренебрегают мерами безопасности. В данном случае речь идет об уровне радиационного загрязнения. Наш корреспондент Павел Михно узнал, что нужно учитывать при сборе лесных даров. Грибы – один из любимых даров леса, который ценят за их оригинальный вкус и непередаваемый аромат. Их употребляют в вареном, жареном, тушеном, маринованном и соленом виде. Иногда забывая, что вот такие аппетитные красавцы отлично поглощают тяжелые металлы и опасные радионуклиды. То же самое касается и лесных ягод. Светлана Божок – грибник-любитель. В лес вместе со своей подругой ей удалось выбраться во время летнего отпуска. Сбор грибов для девушек – просто хобби. Однако места для тихой охоты всегда проверенные и неизменные. Ведь они не только урожайные, но самое важное – чистые. Мы всегда следим за тем, чтобы грибы, ягоды собирать только в чистой зоне. Всю лесную продукцию проверяем дома с помощью дозиметра. Вот и эпидемиологи напоминают. Несмотря на то, что с момента аварии на Чернобыльской АЭС прошел не один десяток лет, забывать об элементарных правилах для своей же безопасности нельзя. Так как у нас радиационная обстановка переменчивая, то все, кто собирает грибы, желательно, не желательно, а обязательно приносить для исследований в территориальные центры гигиены, это наш областной центр, или на территории любого района, где они собирают грибы, грибы на исследование по содержанию радионуклидов. Потому что случаев превышения очень много. И нужно перепроверять, тем более в прошлом году было засушливое лето, концентрация радионуклидов не разбавлялась дождями и, соответственно, могла накопиться. Грибы и ягоды рекомендовано собирать в местах, где плотность радионуклидов цезия составляет менее двух кюри на квадратный километр. Некоторые дары леса являются настоящими аккумуляторами радионуклидов, поэтому следует проявлять осторожность любителям черники, черной и красной смородины. А среди грибов стоит обратить внимание на польский гриб, маховик и масленок. Также в зоне риска популярны лисички и белые грибы. Даже на территориях чистых, так называемых, с низкими, с малыми плотностями загрязнения, рекомендуется все-таки проверять грибы периодически. Потому что в зависимости от форм выпадений цезия, даже на малых уровнях загрязнения могут быть очень высокие коэффициенты перехода именно цезия в пищевые продукции леса. И пищевая продукция леса будет превышать допустимые уровни. Любой желающий население может принести дары леса к нам в лабораторию, в лабораторию Гомельского опытного лесхоза, где абсолютно бесплатно мы проверим дары леса на загрязнение радионуклидами. Проверка продукции в радиационно-контрольных лабораториях является обязательным условием приема грибов и ягод от населения подразделениями областного потребительского союза. 9,2 тонн мы закупили грибов с начала года. Сейчас приступили активно к заготовке культурных ягод. Значит, у нас в целом по области вся продукция проходит проверку по радиозакционному контролю. Ни одна партия у нас не производится приемка без лабораторного контроля. Если вдруг бывают случаи превышения содержания радионуклидового контроля, значит, мы ее просто не принимаем. К слову, в этом году природа не обидела гомельчан. Ягод и грибов хватит не только для себя, но и для желающих подзаработать. А это лаборатория ветсанэкспертизы на Гомельском центральном рынке. С самого утра здесь уже традиционно для сезона наплыв любителей тихой охоты. Собранные ягоды и грибы везут буквально из каждого уголка Гомельщины и даже из других областей страны. Здесь сотрудники лаборатории бесплатно проводят тщательную экспертизу лесной продукции, после чего хозяину собранного урожая выдаются специальные свидетельства о пригодности его сбора к употреблению или реализации на специализированных рынках. Радиация никуда не ушла, и все грибы и ягоды нужно проверять. Ну вот сегодня, например, было три случая грибов и одни ягоды. Был реческий район. В некоторых местах в реческом районе чистые попадаются грибы и ягоды, в некоторых местах грязные. При покупке лесных даров на рынке необходимо убедиться, что продавец имеет разрешение лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на продажу продукции растительного происхождения и радиационного контроля. При этом специалисты не рекомендуют покупать дары леса на стихийных рынках или возле дорог. Павел Михно, Игорь Морищенко, Валерий Гопанько. Новости недели. И на этом у меня все. Мы встретимся в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова